Объектов торговли на Красной Поляне должно быть столько, сколько требуется. Но даже при организации дополнительных временных торговых точек никто не отменял санитарные правила и нормы. Специалисты Роспотребнадзора уже вторую неделю проводят проверки в горных кафе и ресторанах. Более того, у тех, кто будет работать с населением, в обязательном порядке должны быть прививки от гриппа. Строго будет пресекаться и попадание на прилавок нелицензированного алкоголя. В случае каких-либо нарушений применят жесткие меры вплоть до лишения лицензии на работу. Нас, конечно, волнует, какой ассортимент будет, какая цена, кто будет работать, достаточно ли сотрудников, которые будут обслуживать наших гостей. Потому что вся инфраструктура в городе Сочи давно построена и мы видим, что она самая лучшая у нас не только в стране, но и в мире. И самое главное для нас это качество. Кроме того, отдых гостей курорта, да и самих жителей, не должен быть омрачен использованием нелицензированных пиротехнических изделий. Шоу с использованием фейерверков требует обязательного согласования с госпожнадзором. В случае, если будет на территории зафиксирован инстанционированный пуск пиротехнических изделий, определенного опасности, которые непосредственно три или выше, организаторы, собственники и эксплуататоры будут нести полную ответственность. Поэтому хотелось бы обратить на этом внимание. Соблюдать меры предосторожности надо всегда и везде, тем более в празднике. А настроение горожан и гостей курорта во многом зависит от того, как украшен Сочи. Снежинки, шары. В прекрасном количестве, которое здесь представлено, украсит любую гиглянду. Длина такая, 2,7 метра, двойная. Она должна быть светодиодной ниткой. Все. Это качественное украшение, которое должно сопровождать каждый объект общепита. Всем объектам торговли рекомендовано подготовиться ко встрече Нового года с использованием креативных идей современной декоративной подсветки. Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.